Здравствуйте! Дисциплина «Инновационная технология сжигания топлива» для специальности теплоэнергетика. Меня зовут Несимбаева Мульдар Сирипековна, преподаватель кафедры энергетической системы, магистр технических наук. Сегодня рассмотрим первую практическую работу «Состав топлива. Технические характеристики топлива. Аналитический метод определения теплоты сгорания топлива. Цели работы – углубленное изучение материала, анализ и обработка полученных знаний, решение задач по теме. Ответы на вопросы и решенные задачи сфотографировать и высылать в систему Универ в формате PDF или JPEG. Непрерывно растущие потребления топливно-энергетических ресурсов требует рационального и экономного использования топлива. Это одна из важнейших проблем нашего времени. Назначением любого устройства для сжигания топлива является превращение химической энергии топлива в тепловую энергию, продуктов сгорания, которые в свою очередь либо передаются другим рабочим телам. Это может быть водопар, либо преобразуется в механическую энергию. Это газовое, как переобразовывается в механическую энергию в газовой турбине, реактивном двигателе. Преобразование внутренней энергии топлива в тепловую энергию происходит в результате его сжигания. Горение это сложный физико-химический процесс, в котором химические реакции протекают одновременно с различными физическими явлениями, а следовательно и интенсивность протекания реакции горения непосредственно зависит от таких физических явлений, как движение подаваемых в зону горючих веществ, это у нас топливо, и окислители, это воздух. Без подачи воздуха не может произойти процесс горения. Аэродинамика струинного движения, турбулентная и молекулярная диффузия исходных веществ и продуктов, реакции в газовом потоке, воспламенение и распространение пламени, передача теплоты, выделяемая в ходе реакции, удаление продуктов сгорания из зоны горения, понимание закономерности процесса горения позволяет наиболее эффективно организовать сжигание различных топлив, повысить интенсивность и экономичность существующих способов сжигания, наметить пути для разработки новых, более современных способов сжигания. Теперь остановимся на составе топлива. Состав рабочего топлива. Топливо, расходуемое на сжигание в топках котлов или печей, называется рабочим топливом. Если мы отберем пробу рабочего топлива и исследуем ее в химической лаборатории, определив элементарный состав, то получим следующее равенство. СР. Р – это у нас индекс рабочее, получается. То получаем следующее равенство. Вот эти индексы Р – это у нас рабочее. Углерод, водород, кислород, азот, сера, зола и влага. В сумме, если мы все это плюсуем и в сумме, должно выйти 100%. Где вот индексом Р отмечается рабочее топливо. Эта характеристика рабочего состава топлива дается в процентах к весу. Указанные элементы не являются механической смесью. Они находятся в топливе в виде сложных соединений. Горючими элементами топлива являются углерод, водород и летучая горючая сера. В отличие от серой негорючей, входящей в состав минериальных негорючих примесей, топлива, образующих после его сжигания залу, чем больше процентное содержание горючих элементов топлива, тем выше его теплотворная способность. Величина, указывающая количество больших калорий, выделяемых при сжигании одного килограмма топлива. Кислород рабочий, это у нас находящийся в топливе, тепла, как известно, не выделяет. Азот, находящийся в топливе, элемент инертный, не участвующий в реакциях горения. Из топлива азот попадает в подходящие газы и перемешивается к азоту воздуха, подаваемого для горения. Азот и кислород называются внутренним балластом топлива, в отличие от балласта внешнего, к которому относится зал и влага. ЗАЛА это у нас АР. Это негорючая минеральная часть состава топлива. В нее входят по преимуществу соли шелочных и шелочно-земельных металлов, окислые кремния, железа, алюминия и прочие. А также и минеральная сульфатная сера в соединениях кальций СО4 и магний СО4. Все эти обозначения вам нужно будет запомнить, потому что как обозначается сера, азот, зольность, влажность вам пригодится при решениях задач. Накопление золы в ископаемом топлива происходит не сразу, а в три периода. Сначала появляется так называемая зола внутренние, первичные, находящиеся в растениях, послуживших материалом для образования торфяников, торфяников, а впоследствии в угольных постов. Затем количество золы в топливе увеличивается за счет заноса земли и песка, ветром и водой. В этом у нас уже идет вторичная зола. И, наконец, зола в топливо поводает при его добыче от загрязнений породы. Третичная зола. Общая сера, находящаяся в топливе, разбивается на две части, на горючую и негорючую. С общая сера рабочая, это равно С сера, минеральную серу и летучая сера. Минеральная сера входит в состав золы, а летучая, в свою очередь, может быть расчленена на две составляющие. СРЛ равно СРО плюс СРК, где СРО – это органическая сера, входящая в состав основного ядра топлива, его материнского вещества. СРК – сера кальчиданная, находящая в составе железа, феррум С2, серная кальчидан, вкрапленная в топливо до известной степени случайно и значительной степени поддающейся отбору при сортировке топлива. Сера в топливе, невзирая на то, что есть ее, на то, что часть ее сгорает и считается примесью, нежелательной, так как продукты ее сгорания вредно действуют на котельную установку и загрязняют окружающую среду. Влага в топливе отмечается W, также примесь поласна, ее наличие особенно сильно сказывается в смысле снижения топливного эффекта горения, так как мало того, что вода в своем присутствии уменьшает долю горючих элементов, единицы, веса, топлива, она при горении топлива испаряется, отнимая на это часть теплореакции. Значит, влага не преимущественна. Находящаяся в топливе влага подразделяется на внешнюю и гигроскопическую. Находясь в сухом месте топлива, потеряет внешнюю влагу и называется в таком случае воздушно-сухим. Оставшаяся часть влаги, гигроскопическая, удаляется из пробы топлива лабораторным путем. Допустим, уголь, если она будет находиться определенное время на воздухе, то высушивается и у нас воздушно-сухим. А остальное влага, которая осталась внутри, вот это гигроскопическое, удаляется из пробы лабораторным путем. Кроме рабочего топлива, то есть состава топлива, характеризующегося данное топливо, при его загрузке в топливу, при изучении структуры топлива, приходится пользоваться также искусственно созданными и производными этого основного состава, лишая их того или иного элемента. Так, исключая из рабочего состава влагу, можно получить характеристику сухого вещества топлива по выражению. Если мы исключаем влагу, то можем получить характеристику сухого вещества топлива по выражению. Это у нас значит индекс будет С, углерод С, водород, кислород, азот, сера и зола. Зная состав топлива, этот перерасчет сделать нетрудно. Если из 100 вес, час топлива выкинуть проценты, выражающие влажность, то оставшееся количество весовых частей каждого элемента будет относиться уже не к 100, а к 100 минус WR влажности. Если хотят произвести перерасчет опять в отношении к 100, то очевидно процентный состав каждого элемента надо сначала отнести к единице, разделив на 100 минус Омега R и затем умножить на 100. Формула перерасчета примет такой вид. С углерод сухое равно углерод рабочее умноженное 100 деленное 100 минус влажность R. И так же поступаем с водородом. Рабочий водород умножается на 100 делится на 100 минус Омега R и так далее. Влажность топлива принято принято считать на безводное топливо, то есть на сухую массу. Иначе оно мог получиться ошибочное представление о его засоренности. Так же здесь приведены формулы как нужно перевести. Здесь вот пример. Состав горячей массы подмосковного угля следующий. Тут все рабочие составы углерод, водород, азот, сера. Определите состав топлива при влажности. Рабочая влажность приведена 33% изольности на сухое вещество. Это 31%. В первую очередь надо пересчитать сольность сухого вещества на рабочее топливо. Рассчитали. Затем подсчитывают внешний балласт и топливо. Потом аналогично находим рабочий состав. Они вот если состав HR23 2,3 6 9,6 0,6 2,7 53,8 все это прибавить у нас должно выйти в сумме 100. Если 100 выходит, то мы решили задачу правильно. Органическое топливо, как мы говорили, состоит из горючего и негорючих частей. Так, давайте это мы оставим на потом. Теперь у нас задача. Для практической работы номер 1 задача номер 1 определить состав рабочей массы челябинского угля марки ПС. если состав его корючей массы составляет СГ 70 71,1 НГ 5,3 Сера 1,9 Азот 1,7 и кислород 20%. Золь сухой массы 36% и влажность рабочая 18%. Пример, как решить задачи по составу, по элементному составу топлива я показала. Также вам нужно будет перевести с горючего на рабочую массу и рассчитать. И также тут показаны 5 контрольных вопросов. Объясните понятие о топливах, назовите вид топлива, назовите состав топлива, какие влияния золы на процесс сжигания, что такое теплота сгорания топлива. Когда вы будете решать задачи, допустим, первый студент по списку берет те же значения. Уже второй берет СГ не 71, а берет 73. Также на все значения прибавляйте по 2. НГУ у вас будет 7,3, сера будет 3,9, азот 3,7, кислород 23, азоль 39. Также следующий студент к этому прибавляет еще 3. И у всех получатся разные значения и разные работы. Спасибо за внимание, желаю всем успехов, удачи, жду ваших работ. гимнах 2, ази, ази, 6, Продолжение следует...